Несмотря на то, что работают с краской, представители правительства, молодежного, оделись как на заседание торжественно. Пиджаки, брюки, белые рубашки. Верите в то, что читать будут это люди, которые идут по пешеходному переходу или подходят к нему? Мы с этой целью и делаем эту разметку. Надеемся, что, конечно же, будут читать, смотреть и соблюдать правила дорожного движения. Не соблюдают часто, причем и водители, и велосипедисты, и пешеходы. В наушниках идут, в телефоны смотрят. Родители детей за руки не берут. Дети неожиданно выбегают на проезжую часть. Но и на велосипедах переезжают по пешеходному переходу, нарушая правила дорожного движения. Именно об этом и говорят надписи. Предупреждают, чтобы СМС прочли на другой стороне дороги или взяли ребенка за руку. Общественники считают особенно актуальной фразой накануне учебного года. В прошлом году для их нанесения использовали баллончики, поэтому сегодня процесс немного затянулся. В этом году мы используем специальную разметочную краску для того, чтобы, так скажем, сохранилось более долго эти надписи. То есть, ну, до снежного покрова, думаем, отстоит. Места, где появились и еще появятся надписи опасные и нерегулируемые пешеходные переходы города. Будет ли от них толк? Это, пожалуй, главный вопрос. Ответ на который даст лишь время. А если надпись появится у пешеходного перехода «Сними наушники», обратите ли внимание или пойдете, как и шли? Тут надо подумать. На 50 на 50, думаю. Тут, наверное, табличку надо большую. «Сними наушники». Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.